И вы снова на канале Европлан Лайф. Здравствуйте! Мы продолжаем наш рассказ про хосты. И сегодня мы расскажем про желтые хосты с желтыми листьями. Здравствуйте, Оксана! Добрый день! Прежде чем мы начнем говорить про хосты с желтыми листьями, садоводы часто спрашивают, а порекомендуйте какой-нибудь хосту, у которой листья будут желтые всегда. Ну вот у меня сразу к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, если вы подобного цвета листья увидите у огурцов? Ваша реакция? Печально, печально. Да, надо спасать, лечить хлороз, недостаток хлорофилла и так далее. Что такое желтый лист? Нет зеленых пигментов, их не хватает, тогда становятся видны желтые пигменты каротиноиды. Без хлорофилла растения жить не могут, но вот генетики люди захотели, чтобы как-то вот, да, у нас были красивые, яркие, желтые хосты. Как хосты приспособились? Это уникальные растения, я уже об этом говорила, которые, ну, собственно говоря, умеют приспосабливаться к любым издевательствам со стороны людей, да, то есть это вот совершенно, абсолютно удивительные растения. И здесь есть два механизма. Либо хоста появляется ярко-желтая весной, да, то есть вот мы ее видим, это ярко-желтая хоста, она еще более яркая, она уже в парке здесь начала зеленеть. Хлорофилла в листьях практически нет в это время. До середины лета, примерно в зависимости от того, какова температура воздуха, да, хоста желтая, а дальше под воздействием солнечного света и тепла начинает вырабатываться хлорофилл, и хоста зеленеет. Это эффект виридесценции. К концу лета мы вот видим листья вот такого цвета. Очень часто садоводы задают вопрос, что я делаю не так, почему она изменила цвет. Вы все делаете так, растению необходим хлорофилл, иначе оно умрет с голоду, поэтому эта часть желтолистных сортов желтеет. Бывает наоборот, когда хоста появляется, наоборот, весной зеленая, а потом желтеет, то есть сначала она появляется с хлорофиллом, зеленая, фотосинтезирует, если так можно сказать, накапливает питательные вещества, дальше хлорофилл, наоборот, начинает разрушаться, хоста желтеет. Вот эта красотка маленькая аврора, она неделю назад еще была совершенно такая зеленая. Сейчас этот цвет шартрес, еще через неделю она будет ярко-ярко желтая, с такими вот очень красивыми фиолетовыми цветочками. Поэтому желтых, вот всегда желтых, хост в природе не бывает. Либо это желтое вначале зеленеет к середине лета, либо наоборот, зеленое весной желтеет к середине лета. То есть здесь вот нужно понимать, что вы покупаете, это называется лютосцентный и веридесцентный эффект. Веридесцентный эффект, то есть позеленение листа, он свойственен не только желтолистным хостам. И вот выбирая место освещения, вернемся немножко назад, вот как выбрать освещение для таких хост? Здесь нужно понимать, что если хоста лютосцентная, то есть желтеющая, лютик, да, желтый, солнечный, естественно, солнечный свет будет усиливать желтую окраску. А если хоста веридесцентная, как вот эта, то солнечный свет будет усиливать позеленение. Поэтому иногда в описаниях указывается хоста лютосцентная или веридесцентная, иногда указывается просто окраска, например, зеленая с переходом в желтую, то есть это вот, да, то есть мы должны вот это понимать. Это тот фактор, который влияет на выбор места посадки. И вот теперь мы с вами поговорим о том, что не все, то есть не только желтолистные, могут быть веридесцентными. Вот перейдем с вами вот сюда, ровно на два шага назад, и покажем вот эти вот листики. Что это такое? Да, это хоста война красок, наверное, да, буйство красок на русский язык можно перевести. Довольно частый вопрос, то есть сорт известный, сорт очень яркий, нарядный. Эти листья, то есть стандартный размер этой хоста вот такой большой, даже еще больше. У нее огромные листья, но ранней весной она появляется с очень большой обесцвеченной зоной, да, то есть очень много белого на листе, то есть бесхлорофильная депигментированная зона здесь фотосинтеза нет, да, то есть вот только вот эта вот каемочка яркая фотосинтезирует. Естественно, при таком большом количестве белого на листе, эта хоста не прокормится, и такой большой никогда не будет. Либо она будет очень маленькой, да, то есть мы никогда не увидим хоста с большой обесцвеченной зоной, то есть все белолисты, они все, как правило, маленькие. Либо здесь какой выход нашла хоста, она зеленеет, то есть включается механизм перед эсценцией. Нам удалось сохранить вот это растение с ранней весенней окраской. Естественно, оно не во всей красе, потому что это глухая тень, листья маленькие, но все-таки вот примерно так листья выглядят в мае, начало июня. Дальше вот стояла жара, лист начал зеленеть, сейчас мы можем увидеть вот такую окраску. Это то, что происходит сейчас, и если лето жаркое, к концу сезона мы увидим вот эти листья. Это позднеосенняя окраска. Довольно часто садоводы задают вопрос, особенно покупатели, что вы мне прислали, я хотел яркую, нарядную, вы мне прислали зеленую, если посылка приходит там, допустим, к концу июля. Стандартная окраска, это закономерное изменение окраски, та самая веридесценция, которая этому сорту свойственна. То же самое происходит, например, с сортами шермон, или вот у нас тут фокс, вот еще один сорт, тоже в начале лета листья белые, дальше они зеленеют, и вот мы можем на одном кусте видеть листья самой разной окраски. То есть про белолистные мы с вами поговорим в следующем выпуске, да, даже не про белолистные, наверное, а про варигатность. На этом мы с вами заканчиваем, в общем-то, говорить о хостах с монохромной окраской. Мы обсудили зеленые, голубые, желтые, и дальше, наверное, мы в следующих выпусках с вами поговорим о варигатных, о сортах химерах. Замечательно, смотрите канал Европланд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok